Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Эфир телеканала РЕН. Продолжают новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Бизнес-город, исполняющий обязанности губернатора Кубани, оценил строящиеся объекты ЖКХ в Анапе. Символ святости, гордости и отваги. На курорте отметили день рождения российского флага. Кубок «Наш». Городской футбольный клуб Анапы обошел всех соперников. И сейчас обо всем подробнее. Временно исполняющий обязанности губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев 21 августа в Анапе посетил первый в регионе единый комплекс жилищно-коммунальной инфраструктуры, строящийся в формате государственно-частного партнерства. О том, что находится в этом неприметном здании в центре Анапы, можно догадаться по запаху. Центральная насосная станция, куда стекается вся канализация курорта. Оборудование частично советское. Работает станция почти 40 лет и уже не всегда справляется с объемами. При мощности центральной насосной станции, которая находится у меня за спиной, 37 тысяч в сутки, ее мощность рабочая, сейчас поступает в разгар летнего сезона около 46 тысяч кубометров, 45-46 тысяч кубометров в сутки с точной жидкостью. Все это перекачивается на частные сооружения канализации. Канализационно-водная инфраструктура Анапы изношена на 80%. Из таких частных примеров складывается общая картина в крае. Не так давно глава региона заявил, без внешних инвестиций модернизировать одну из самых проблемных в сферу ЖКХ не получится. В Анапе Венимину Кондратьеву показывают строящийся очистной комплекс, создаваемый как раз в формате государственно-частного партнерства. Муниципалитет дает условия для проекта, бизнес, деньги. Мы сегодня говорим, мы ищем деньги, мы изыскиваем, мы экономим. Но вот такой инвестор, который готов это делать за свой собственный счет, для нас это, наверное, самый ценный и основной инвестор. Мы должны его только поддержать и создать условия, чтобы он реализовал свои эти проекты. Очистные сооружения с подобными технологиями есть только в Москве и Санкт-Петербурге. По словам инвестора, по экологичности равных на юге страны комплексу не будет. Даже запах от канализации не почувствуешь в 30 метрах от резервуара, где идет очистка. После ввода в эксплуатацию, подключиться к канализации сюда смогут не только дома, которые строил инвестор, но и части городских микрорайонов. Такие условия перед бизнесом ставились изначально. Бизнес ради бизнеса быть не может быть. Не может быть. Бизнес должен быть ради людей. А то, что вы сегодня делаете, безусловно, ради людей. Это приветствуется, мой лично, я думаю, и в целом такой подход должен быть. Если бизнес края и России это будет понимать, то, поверьте, многие проблемы нас обойдут стороной. По сути, в Анапе впервые в регионе создали единый комплекс жилищно-коммунальной инфраструктуры, появившийся в рамках государственно-частного партнерства. Кроме очистных сооружений, сюда входит водозабор и котельная. Предприниматели построили все для собственных жилищных проектов, но мощности рассчитывали так, чтобы пользоваться ими мог и муниципалитет. С помощью вот этой насосной станции уже мы воду даем во все эти микрорайоны. Это был один из тех микрорайонов, где плоховато было с водой. Сегодня этот вопрос решен, вопрос закрыт. Плоховато. Значит, не было совсем. Из-за того, что оборудование современное, потери на том же самом водозаборе сведены к минимуму. Да и на текущий ремонт затраты не нужны. Поэтому цены за пользование такой частной инфраструктурой будут ниже, рассчитывают в мэрии. Сегодня это современное оборудование, которое вы видели. Соответственно, и тарифная политика будет совершенно другая. Она будет более приемлемая для населения. Это экономично и с минимумом потерь. Рынок государственно-частного партнерства будет развиваться и дальше, уверены эксперты. И самой большой популярностью пользуются как раз инфраструктурные проекты в коммунальной сфере и энергетике. По словам Вениамина Кондратьева, именно за таким подходом будущее отрасли ЖКХ Кубани. В субботнее утро в селе Цабанабалка было по праздничному оживленным. Активисты, молодежь и ветераны боевых действий встретили День флага России с шествием, соревнованиями и велопробегом. Ветераны МВД и ветераны боевых действий в Республике Афганистан, школьники и молодежь с родным триколором в руках прошли по сельским улицам под патриотические песни. Моя добрая, щедрая мать, дорогая отчизна моя. История триколора уходит корнями в глубину веков. В трактовании цветовой символики масса. Традиционно белая полоска символизирует свободу, синий цвет Богородицы, красный – символ державности и цвет крови, который проливали за родину бойцы. Анапчане знают историю флага. Впервые поднят был на боевом корабле «Орел». Утвержден был Петром Первым. Второй раз был учрежден в 1991 году, по-моему, когда развалился Советский Союз. Мне кажется, наш флаг ни с чем другим не сравнится. По-моему, самый лучший флаг, потому что я горжу своей стороной, я горжу своим флагом. После взятия крепости Азов Петром Первым до 1683 года, 22 августа, был основан наш российский флаг. В принципе, поднятый уже официально. И стал официальным флагом нашего Российской Федерации. В 1917 году флаг, красный флаг, серп, молод, да, вот, был основан. Этот флаг, можно сказать, это тоже флаг нашей победы 41-45 года. Как бы он тоже нам близок, потому что мы все-таки в это время и родились, под ним воспитались тоже. Но история все-таки берет свое, и наш триколор тоже нам очень близок. На стадионе почетные гости поздравили участников шествия с праздником и пожелали удачи в предстоящих соревнованиях. Лучшее проявление патриотизма – здоровый образ жизни и спорт. Стартовали велогонки для любителей и опытных спортсменов. Ветераны прониклись общим соревновательным духом и остались в стороне, и тоже сделали круг по стадиону. Победители получили в награду памятные подарки и кубки. Вечером 22 августа российский триколор, имеющий 300-летнюю историю, как символ нашего государства, собрал под свое полотнище сотни анапчан и гостей города на главной площади. Большой праздничный концерт в этот день был организован в вечернее время, чтобы и гости нашего города могли принять в нем участие после отдыха на море. Желающих разделить гордость за национальные символы страну, активно поддерживающих все происходящее на сцене, было много. Бело-сине-красное полотнище сопровождало все концертные номера, как символ того, что флаг реет над страной и в дни побед и в дни испытаний. Наш флаг обозначает верность и преданность нашей отчизне. Наш флаг обозначает любовь и верность в дни. Наш флаг обозначает самоотверженность и благородство. Заместитель главы города Людмила Мурашова провела награждение руководителей лучших детских здравниц, принимавших активное участие в фестивале «Анапа. Республика детства». Вожатые ребята из разных уголков страны все лето готовили творческие номера, которые украшали главную сцену города все лето. Дипломы лауреата фестиваля получили за третье место детский санаторно-оздоровительный лагерь «Уральские самоцветы» и его директор Евгений Баландин, детский оздоровительный лагерь «Счастливое детство» и Татьяна Фищук. За второе место пансионат «Звездочка» и его руководитель Сергей Услугин. Дипломы лауреата первой степени получили санаторно-курортное объединение смены генеральный директор Юрий Баранов и культурно-оздоровительный центр премьера руководитель Борис Ордян. Гран-при был вручен детскому оздоровительному лагерю санаторного типа «Энергетик» и его директору Леониду Красноруцкому. И несмотря на то, что у символа праздника только три цвета, площадь сияла всеми цветами радуги, отражающими все краски счастливого лета. К этой теме мы возвращаемся не впервые. Центральный пляж города-курорта – нецельная территория, принадлежащая одному владельцу. Так что, когда речь заходит о соблюдении порядка, пора, наверное, назвать конкретных арендаторов, ведь адреса реальной бесхозяйственности всегда готовы спрятаться за тех, кто имеет все условия для поддержания чистоты. На этой карте отчетливо можно проследить, кому принадлежат отдельные участки так называемого центрального пляжа. Ориентируясь от пляжа санатория Анапа, вправо желтая полоса пляжа обслуживается мупаку, а влево пять желтых участков арендует центральный универмаг города. В договорах, выданных на аренду этих участков под разными кадастровыми номерами, один и тот же хозяин. Срок аренды заканчивается 15 сентября этого года. Письма, уведомляющие о том, что аренда продляться не будет, подписанные главой города, отправлены хозяевам. Почему? А вот потому что пляжи выглядят именно так. Это было снято сегодня, в час дня. При том, что день прохладный и отдыхающих мало, мусора в изобилии. Зато шезлонги до самого уреза воды. Отдыхающим все равно. Мупаку это или универмаг центральный. Как нам ориентироваться, где какой пляж? Мы стоим на Гребенских воротах. Значит, прямо упирается санаторий Анапа. Дальше вправо от санатория Анапа до речки Анапка. Это центральный пляж, который обслуживает Мупаку. Заведующий пляжем на работу приходит ежедневно в 5 часов утра и объезжает территорию, составляя план уборки. В 6 утра мы освобождаем мусор, который скопился за ночь, потому что к нам и ночью приходят люди, отдыхают, сидят. Значит, в обед, с часом и вечером. И также идет почасовая уборка территории. То есть рабочие с мешками проходят по периметру 10 метров, берут они от начала пляжа и до уреза. Проходят с мешочками и за отдыхающими, которые бросают стаканчики, все убирают. Также у нас идет очень сильная борьба с окурками. В день мы собираем, бывает такое, что когда было много народу, сейчас видите, уже меньше народу, мы собирали от 3 до 5 ведер окурков. Сергей Карпенко рассказал и о том, как комку убирают. Каждый день это несколько единиц техники. В отличие от Мупаку, рабочие пляжево-нирмага центральной сетовали на отсутствие техники и жаловались, что в их в арсенале лишь вилы. Но тут уж никто не виноват, извините. А теперь к спортивным достижениям. Футбольный клуб Анапа стал обладателем Кубка Краснодарского края. Финальная встреча нашей команды Краснодарской короны из Белийского района состоялась на стадионе поселка Афибский. Каждая из команд ехала с одной лишь целью – победить. Поэтому с первых минут игры на стадионе кипели страсти. Из Анапы вслед за любимой командой приехали несколько сотен болельщиков, которые поддерживали игроков, не жалея сил. Игра никого не оставила равнодушным, эмоции зашкаливали. Особый драматизм обеспечил гол, забитый в ворота анапчан Краснодарской короной. Трибуны бушевали от эмоционального накала. Первый тайм закончился со счетом 1-0 в пользу соперников Анапы. Но тренер молниеносно среагировал и изменил тактику. Футболисты Анапы собрались и в течение всего второго тайма атаковали ворота тбилисцев. Итог игры – 3-1 в пользу футбольного клуба Анапа. Радости болельщиков не было предела. Почетный трофей, который разыгрывается в крае с 1938 года в виде приходящего хрустального кубка под нескончаемые аплодисменты болельщиков, вручили президенту городского футбольного клуба Анапа Сергею Сергееву. Мэр курорта – самый главный болельщик нашей любимой команды. Он напряженно следил за игрой. Эмоции все в игре были, а сейчас осознание того, что мы сделали это дело. Это был миг настоящего триумфа для нашей команды и нашего города. Мы ехали сюда только за одной мыслью победы – выиграть этот кубок, поднять над головой и обрадовать наших болельщиков. Болельщики игрой очень довольны. Например, Олег Махнарылов приехал на родину из Сибири, где сейчас живет, и с удовольствием побывал на судьбоносной игре. Впечатления самые шикарные. Даже при счете 1-0, когда проигрывала команда, мы все равно верили, что клуб Анапа выиграет. Так оно и случилось. Счет 3-1 очень радует. Незабываемые впечатления. Наша команда вышла на новый уровень. Футбольный сезон 2015 продолжается, и впереди у Анапы еще 11 игр высшей лиги чемпионата Краснодарского края, который продлится до ноября. Ближайший матч состоится в субботу, 29 августа, на стадионе «Спартак» в 17.30. Без сомнения, всех болельщиков ждет яркая и напряженная игра. Встретимся на стадионе. Анапа вперед! Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон-магазин изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Во вторник в Анапе ясно – плюс 23-27 градусов, ночью – до 22 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 9 метров в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров в ртутного столба. Температура морской воды – плюс 24 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Магазин «Доступные и качественные одежды для детей и взрослых» «Модная школа» поможет подготовиться к 1 сентября. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2». в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.